МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Великий педсовет, задачи и отказы. Напереда дни нового навычального года педагоги вызначили планы и узнагородили лепших. Лепшие водители региона Гомель Абла Аутотранс провел конкурс профессийного майстерства. Усе фарбы життя для тебе. У Жлобини пройшел концерт у патрымку Тимура Мишченки. Творчасть, якая натхняе. У палац Румянцевых и Паскевича открылась выстава Алены Машкоуцевой. А зараза б гэты меньшим больше подрабязна. До початку нового навычального года застався тыдень. До гэтай падеи отказны рыхтуются дети, батьки и педагоги. Пакуль одны докупляют необходную школьную амуницию, іншые обмерковывают шляхи у досканалени региональной системы адукации. Сегодня у Гомеля отбылась педагогичная конференция, на якую запросили каля тысячи настауников из усих районов в области. Пад час масштабного штогадового мероприемства подвяли выники работы системы адукации за минулый навучальный год. Вызначили задачи на будущее и узнагородили лепших. Усе подрабязнасти у репортаже Дмитрия Котова. Лепшая оценка работы педагога – это поспехи его в Учнях. Высокий профессионализм своих наставников неодноразово подтверждали наученцы Гомельской области. До приклада, яны лепши в Украине по выниках централизованного тестирования. Треба означать, что у опошний час сравнявся узровень подрыхтовки у городах и сельской мясовости. Самый высокий бал по ЦТ у выпускников Решеского района. Минулый навучальный год стал удалым и для олимпиадников. Напруженная и пленная праца тандема «Наставник в Учень» дозволила школьникам региона опынуться сирот-лидеров. Три ключевых фактора. Это субъекты, толковые в Учне, старшеклассники, которых нужно добрать, специалисты подрыхтованные, необъяковые специалисты, тренеры областного, городского, районного узровня. То есть, это певная последовательная система подрыхтовки. Это не то, что один человек. Потому что система отбора этих деток, когда они вышли на областный, тем больше республиканский узровень, это потребует праце немалой колькости людей. Веды, отриманные во установах адвокации, сегодня дозволяют быть конкурентоздольными не только на республиканских олимпиадах и конкурсах. Добрая подрыхтовка допомагает на разностайных международных интеллектуальных баталиях не просто годно выглядать, а ле и перемогать. Проходит ежегодно, и наши ребята успешно участвуют в московской открытой олимпиаде. Наши ребята привезли диплом и в этом году. Два диплома со всероссийской командной олимпиады школьников из Санкт-Петербурга. Также проходят и успешно для наших ребят. Олимпиады с технокубок Москва проводятся совместно с Московским физико-техническим институтом. Все лето за парты у регионе сядут каля 16 с половой тысяч першоклассников. Гэта на 500 больше, чем было у минулым навучальным годзе. У вогулі 1 вересня на урочистую линейку прыдуть каля 154 тысяч школьников. Головная задача – забеспечить комфортные умовы прабывания детей во установах адукации. И гэта тычится не только адукационного процессу. Зараз, до речи, больший акцент будет рабиться на организацию школьного харчавання. В этом году мы взяли на себя очень высокую степень ответственности организация питания школьников, которая будет заниматься учреждением образования, районные отделы образования, управление образования. И вот это для нас новое в этом году. И мы ставим перед собой задачу, чтобы не подвести ни губернатора нашей области, Владимир Владимирович Дворника, который сегодня помог нам очень здорово в плане финансирования, приобретения технологического оборудования, техники. Подчас своего выступления старшиня Гомельского Аблбы-Канкама Владимир Дворник отзначает необходность узмацнения прав ориентационной работы. И он подкреслив, что реальный сектор экономики зараз переживая нехватку кадров. Начните с того, что уже сегодня посчитайте, сколько выпускников школ не поступили в УЗы, каков их потенциал, как они видят свое дальнейшее устройство. И начинайте работу с прицелом на следующий год. Схема, как я вижу, такая. Закольцовать на каждой территории в один гармоничный организм предприятие, школу, систему профтехобразования и работать на результат. Так само старшиня Аблбы-Канкама подкреслил значность выховавшей работы. С момента принятия декрета номер 18, а маль две трети детей вернулись у свои биологичные семьи. А пошние три годы в нашем регионе самый низкий процент в Украине позбавление батьковских правов. Выники добрые, але пришел час эту работу удосконаливать. Для неоднозначных случаев создавайте поподобие смотровых комиссий, мобильный групп, совет заботы и опеки. Включите в него педагогов, медиков, специалистов комиссии по делам несовершеннолетних, милицию, обязательно сотрудников прокуратуры. И в спорных вопросах будете принимать решения коллегиально. Тем более, что опыт межведомственной работы дает положительные результаты. Подчас проведения нарады отбылась церемония узнагороджения педагогов и керовников Галины. Тих, кто отримал поспех у своей профессийной дейности, ушановывали под аплодисменты коллег. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня в Беларуси денежная коллеги 150 комиссий по координации работы по саденничеянию занятости насельництва. У нашем регионе они створены про всех райвы конкамах, Гомельским гарвы конкаме и администрациях областного центра. Куды звертаться при праце уладкования, так само отримании льгот по оплате коммунальных послуг. И на кольки эффективна оказываемая допомога. Отказанных этой опытанни Олег Синцеров шукал у Будака-Шалевским районе. Ситуацию на рынку праце Будака-Шалевского района назвать складанной нелью. 325 вакансий на 75 официально зарегистрованных беспроцовных. Причем частка людей с ГТК списов зараза находится в процессе праце уладкования. При ожидании и отсутствии медицинских суперспоказаний сегодня же хоры района могут отримать самые разностранные профессии от рабочих по обслугованию будинку и машиниста котельной до водителя и церунников. Причем, кроме управления по праце, звернуться так само можно у районную комиссию по саденничеянию занятости насельництва. Заседание комиссии проходит два раза в месяц, где обсуждаются результаты мониторинга проведенного, формирование базы данных. Члены комиссии консультируют по возникающим вопросам части реализации декрета номер 3. Комиссия готова принять любого человека, у кого есть трудная жизненная ситуация, на предмет освобождения от уплаты по предъявляемым налогам. Односно невеликую копию людей, яке покой завертаются у районную комиссию по саденничеянию занятости, у бода кошелевит ломачить некакими причинами. По-перше, усю необходную для населенства информацию комиссия разместила на сайте выконавчика комитета, я ей без проблем можно открыть с домашнего компьютера. Але уже у Снежни ситуация хоча и за все изменится. С початку наступного года непрацующие громадяни повинны будут опложивать широк коммунальных послуг по особи кошки. Вернуть и льготы сможет только комиссия, у составе якой працанники выконавчей влады, профсоюзов и практически всех сфер экономики. Правда, непосредственно у комиссиях, радость и не чекать нового увядения, а працавладковаться. Алена Ступакова у свой час працавала наставником английской мобы, фотографом и продавцом. А почний год знаходилась и на уликах у центра занятости, теперь працую в актером у початковой школы. Мне предлагали несколько вакансий, которые мне не подходили. Но в итоге, наконец-то, мне позвонили. И сказали, что в начальной школе требуется вактер. Я пришла и работаю. Для тех, кто жадает крыть уласную справу, в Будо-Кошелевском районе выделяют безвыплатные субсиды. Чего это такой макчимостью? Скорастались уже шесть человек. У вынеку чего тут заявилися в творчестве, яке можно отнести до уникальных. Будо – это печка, у которой наши далекие протки перепрацовывали дровнину. Кончатковый продукт, вуголь, дегать, смола. По особенности, зараз у Весопотаповка, Будо-Кошелевского района, отновляется старожительное место, якое в свой час дало назву целому региону. Свою вытворчить местовый предприниматель Сергей Болоцов называет утилизатором дровнины. После отримания субсиды он вырубил специальное обсталевание и теперь отримывает запотребованный на рынку вуголь. Хоть только в этом проект не обмеживается. В наступном годе предприниматель планует створить биовегетары, где будут выросшиваться ягоды. Практично бесплатное тепло для обогрева можно будет отримывать с дельчика обсталевания. Окупается за счет реализации угля, а с побочным продуктом является тепло, которое пойдет мне на отопление теплицы. Поэтому это просто начальный этап котельный, который будет впоследствии здесь стоять в теплице. У Гомели вызначили лепшого водителя региона. Третий год за апр конкурс профессийного майстерства проводит Гомели Абло Аутотранс. За перемогу змагались 38 самых отказных и добросумленных представников из всех филиалов предприемства. За ходом с поборництва сочила Яугения Кухаронак. На споборництве запрашаются водители, которые на протягу года лепш за усих проявили себе на своих прационных местах. За ними не значится ни одного порушения, яны не трапляли у аварийной ситуации и тем более не створали их сами. Для конкурсантов подрактовали два этапа с поборництва. Первый – теоретичный. Водители упроверяли наведание правилов дорожного руху и техничных особенностей транспортных сродков. Тут уличивается не только правильность отказов, а и худкость выполнения заданий. На сегодняшний день профессия водителя автомобиля – это тяжелая профессия. Водителю приходится подниматься среди ночи, приезжать далеко за полночь с работы. Плюс достаточно высокая психическая нагрузка, так как водители везут в салоне пассажиров и отвечают за безопасность их перевозки. Проведение данных соревнований позволяет им немножко отвлечься от своей повседневной работы, встретиться здесь с другими коллегами из других филиалов, ну и проявить свои, естественно, навыки, умения. Другий этап – практичный. Проходил на автодроме, необходимо было продемонстрировать навыки воджения и маневрования. Полоса выпробований ускладалась из четырех элементов – змейка, стоп-линия, парковка и автобусный припинок. Ускладнялось все обмежеванием часу. Вот 30 лет я работаю водителем автобуса. Почти каждый год приезжаю на соревнования, что хорошо организовано в этих соревнованиях. Тут собираются все, которые самые лучшие, понимаете. И хочется, конечно, занять какое-то место, что самое сложное. Ну, парковка, наверное, все-таки. По выниках с поборництва на третьем месте оказались суперсовники Гомельского городского автобусного парка номер один. На другом – Светлогорского автобусного парка номер пять. Золото и звание лучших водителей региона завоевали работники автобусного парка номер шесть города Гомеля. Евгений Кухаронак, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, Игорь Марышенко. Телерадо «Компания Гомель». У Гомеля укореняется новая система организации дорожного руху. Теперь с допомогой аппаратно-программного комплексу «Парк Райт» супрацовники держа автоинспекции будут фиксировать порушение правилов парковки. У черговый рейд выехали и наши корреспонденты. У рейд по улицам Гомеля спецавтомобиль с аппаратно-программным комплексом «Парк Райт» выезжает что день. Поколь, правда, у закладенной программе только некольких городских улиц, але их колькость будет постоянно повеличиваться. Прибор працует в автоматичном режиме. И он навод отключается, только когда машина подъезжает до знака, который заброняет парковку. По навигации, когда мы выезжаем в зону нарушения, там, где может быть предполагаемое, вот у нас на приборе видно сразу запись видео. И когда мы здесь начинаем проезжать, и стоят автомобили, то прибор в автоматическом режиме начинает фиксировать нарушения. Мы первый раз проезжаем, считываем номера, после этого 5 минут времени выжидаем и проезжаем еще раз. После этого, ну, конкретно уже происходит фиксация, и потом с этого прибора направляется в Минск. Прибор фиксует порушения на фото и видео, автоматично вызначает номер автомобиля и место его находжения. Для порушельников это означает отримание листа шестя и штраф. На первый раз в одну базовую увеличение, полторно в две. Поколь комплекс реагирует только на дорожные знаки, но в принципе его можно запрограммировать и на выявление таких порушений, как стоянка на пешеходных тротуарах и в зеленой зоне. В рабочем режиме «Паркрайт» работает около месяца, до этого систему тестировали, а тому первые выники и ее использования уже можно подвести. Ежедневно аппаратный комплекс «Паркрайт» фиксирует порядка 30 нарушений правил дорожного движения в части остановки и стоянки транспортных средств. Всего с начала года в городе Гомель зафиксировано 856 таких нарушений. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Сегодня по всей краине стартует акция «Увага дети». Комплексное мероприемство да и проводить подчас завершения летних каникулов. А непосредственно на передо дни дня веда и на протягу первых дюн вересня супрацовники Держаута инспекции будут патрулевать каля школы детячих садков. С этого дня водители в день повинны рухаться с уключенным близким светлом фар. Протягиваем выпуск. У Жлобяне пройшел доброчинный концерт республиканского марафона «Усе фарбы життя для тебя». На этот раз волонтеры БРСМ припатрымца артиста у белорусской эстрады избирали сродки для пятигодового Тимура Мишченки, якому потребуется дорогая реабилітация. С подробностями наш корреспондент Ганна Каральчук. Историю этого хлопчика и его семьи ведают многие же хоры Жлобина. У вынику родовой травмы первый день своего життя Тимур опынулся в реанимации. У 10 месяцев хлопчику поставили диагноз ДЦП – спастичный тетрапорез третьей ступени с рухальными порушениями и затрымкой психомовного развития. Его батьки Андрей и Юлия вырешили, что сделают все махчимое, как сын научился ходить и разговаривать. Два года лечились в Беларуси. Потом наведали реабилитационные центры у России и Украины. Самым таким эффективным и запоминающимся моментом стала реабилитация в школе до беженых. Мы никогда не пробовали дельфинотерапию, гидрореабилитацию, ипотерапию. Взаимодействие с животными тоже дал нам такой определенный толчок. Физическая культура, она, можно сказать, не такая, как все. Она происходила как-то более эмоционально. Ребенок старался, ему нравилось делать то, что у него не очень совсем получается. После опошней реабилитации у Тимура наметились важные измены. Хлопчик стал самостоянно жевать, держать пост, стал уважливым. Наступное лечение ждет его в листопаде. А вот для третьего курса реабилитации в Сочи батькам потребуется 6 с половой тысяч долларов. До сбора необходной суммы долучился Белорусский Республиканский Союз Молоти. Самая главная цель, которую мы для себя ставим вот этим концертом, это дать резонанс этой теме. Чтобы как можно больше людей, которые побудут на этом концерте, рассказали о Тимуре, друзьям, соседям, неважно. Может быть, каждый поможет по рублю, и уже к декабрю месяцу, а к декабрю месяцу надо перевести уже аванс на лечение, мы сможем собрать эти средства. На заклик об допомозе отгукнулись белорусские гурты Лас-Вегас, Провокация, Бай-Сити, выканавцы Вольга Сатюк, Дмитрий Королев, Макс Лоуренс и многие иншие. Подчас концерту яны дарыли Тимуру Цацки и Ласунки, ждали моцного здоровья и дяковали батькам за то, что яны не покидают сына и протягивают смагаться. Возможно, что это действительно случится в жизни человека за три минуты, пока я на сцене. Но главное то, что по итогу это будет благотворительность, которая может помочь маленькой и большой жизни, это, конечно, стоит определенно каждого дня того, что я работаю. Все, что связано с детьми, для меня все тревожно, все волнительно. Это же не пиар, это благое дело. А благое дело, оно всегда должно быть от чистого сердца, от души. Это самое главное в первую очередь. И я, естественно, надеюсь, что сегодня все артисты, кто принимает участие в этом концерте, они смогут этим самым собрать необходимую сумму. И нам удастся сегодня сделать что-то хорошее. Республиканский марафон «Усе фарбы життя для тебя» проходит по инициативе БРСМ с 2009 года. Он сбирает волонтеров и у всех необъяковых людей, как допомогать детям, каким необходимо дорогое лечение. Доброчинная акция уже допомогла десяткам хлопчиков и девочек по всей краине. Она закликана объеднать, как могла больше людей вокруг великой беды одного маленького человека. Самое главное то, что наши белорусы поддерживают эти марафоны, они приходят на концерты, они перечисляют адресно, оказывают адресно помощь деткам, которые попали в беду. Квитки на концерт были целком выкупленные. Усе сродки от их продажу будут перелечены на доброчинный рахунок маленького Тимура Мишченки. Даречи, пополнить его может любой жадающий у любой час. Реквизиты вы зараз бачите на своих экранах. Ганна Коральчук, Василия Сепцов, Телерадио Компания «Гомель» с Жлобина. Сберем школьный портфель. 15-й год акцию под такой назвой ладить Гомельское областное отделение Белорусского детячего фонду. Все это портфель из усими необходными для школы приналежностями и знову нашли своих маленьких господаров. На доброчинное мероприемство организаторы запросили 60 детей из разных кутков региона Ельского, Мазырского, Кармянского районов и города Гомеля. Среди них были как выхованцы специализованных установок, так и дети с приемных и маломайомных семьях. У святочной обстановки им уручили прихожие ранцы с усими необходными в навучальном процессе приладами. На заклик по удельничеству доброчинной акции отгукнулись 10 буйных предприемств и организаций. До того же, при их поддержке для запрошенных на урочистость детей организовали интересную забавляльную программу. У меня приемная семья, она уже существует 6 лет. Один приемный ребенок, он является старшим моей семьей, и двое своих, три мальчика в общей сложности. Приемного ребенка зовут Иван, ну и родных Марк и Лев. Вот ему в этом году исполнилось 12 лет. Очень существенная поддержка от различного рода фондов осуществляется, и за это мы очень благодарны. Все дети сегодня прибыли, в том числе и детского дома, и Сулуковской школы-интернат. И каждый из них получит школьный портфель. Но акция еще не завершилась. Есть еще те, кто уже заявил, и тоже еще поможет. И тогда мы будем вручать уже адресное. Усяго за час проведения акции свои портфели и школьные приналежности отрымали 1100 детей. У Палацу Румянцевых и Паскевичу открылась выстава творчих работ выдатного гомельского мостака Алены Машкоуцевой. И она родилась в 1898 году у Речицы. Во взросле 7-х годов семья переехала у Гомель. Своё майстерство Алена Машкоуцева удосконаливала у городской мастацкой студии имя Михаила Урубеля, якая отыграла значную роль у мастацким житти Гомеля у початку 20-х астагодзя. Творчую дейность Машкоуцева распачала у 20-х годах минулых астагодзе. И она удельничала у сумесных выставах, мелышерах персональных, была принятая у Московский Союз Мастаков. За свою долгую жизнь майстер здесь не лавелизарную колькость творчих поездок побывала в многих кутках великой краины. Выстава судов на им гненне бытя Алены Машкоуцевой уключила у себя серые пейзажи, натюрмортов и портретов. На творчих полотнах знайшли от люстрований живописные природные кутки и колоритные опрационные будни сельского життя. В конце 70-х годов прошлого века Елена Дмитриевна передала в фонды нашего музея свои работы. Это и акварель, и живопись, это пейзажи, натюрморты, это портреты, коллекция великолепная. И мы решили вот этой выставкой еще раз напомнить нашим посетителям о такой замечательной художнице, нашей землячке. Тем более, что в этом году исполняется 120 лет со дня ее рождения. 30 лет исполнилось, как нет Елены Дмитриевны, но ее физически нет, творчески она жива. У невеликим португальским местечко Монтемор у Велью распочался чемпионат света по веслованне на байдарках и каное. Полторы тысячи спортсменов с 80 краин света разыграют 53 комплекты медалев у 30 видах программы. У составе белорусской команды на сусветный форум отправились 27 весляров. У Гомеля на веслярном канале у Якубовцы так само закипала вода. Там пройшла Республиканская спартакеяда профсоюзных спортивных школ по веслованне на байдарках и каное. Гэта вид спорта у лику самых ураджайных на медали для нашей краины. Ша 13 белорусов подымалися на высшейшую приступку олимпийского пьедыстала. Многие ведущие спортсмены и выпускники миновита профсоюзных спортшкол. У Республиканская спартакеяде примали у дел больше, как 140 спортсменов, яке представляли 12 команд. Здесь возраст у нас, ребята 2004-2005 года рождения, то есть совсем начинающие грибцы. Можно сказать, дальний-дальний резерв просматривается, то, что есть на будущее, на кого-то можно обратить внимание. Отбора как такового у нас здесь нет. Сезон практически закончен, основные детские старты уже прошли. Ну а здесь так, чтобы в тонусе держать спортсменов, чтобы у них был какой-то стимул продолжать тренировки. Пьедыстал по выниках с поборництва полностью заняли представники Гомельской в области. Самыми худкими на Республиканской спартакеяде оказались выхованцы Мазырской из Дюшар профсоюзов по Весловане на Байдарках и Каное. И они выиграли командный залик. На другом месте Весляры Мазырской из Дюшар Жамчужина-Палесся замкнула тройку мацнейших Гомельской из Дюшар профсоюзов по академичным Веслованне. Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.ceverhomil.byway. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу. Пленных выходных дзен и до новых сустречу эфиры. Продолжение следует...